Выборы президента России – одна из главных тем, которые обсуждают на всех уровнях. Легитимность выборов 2018 вне сомнений. Нарушений законодательства со стороны избирательной комиссии не зафиксировано. Даже те, кто могли обратить внимание, что во многих регионах было много жалоб, связанных именно с видеонаблюдением. Что камера не все видит, что где-то там зафиксирован вброс бюллетеней, еще чего-то. У нас таких жалоб не было. Но это говорит о том, что избирательная комиссия, в первую очередь участковые, за что им огромная благодарность, отработали очень достойно, старательно и в первую очередь законно. Ведь для того, чтобы выборы прошли легитимно, нужно, чтобы они в первую очередь прошли законно. Нужно ничего не нарушать. И тогда все будет хорошо. Так как в результате получилось. Все наши общественные наблюдатели, которых было более двух тысяч, были закреплены за участками республики и проработали, я считаю, просто отлично. Потому что ребята в нашем ситуационном центре, который был размещен на базе общественной палаты Чувашской республики, непосредственно наблюдали по видеокамерам за деятельностью избирательных комиссий в муниципальных образованиях. Они курировали весь процесс и дожидались результатов выборов, получив копии протоколов результатов выборов. Каких-то существенных замечаний, нарушений нашими наблюдателями обнаружено не было. Участие такого огромного количества наблюдателей, причем неангажированных, без партийной принадлежности, я думаю, что это поспособствовало открытости и такой прозрачности, гласности выборов. Действительно, общественная палата Чувашской республики в этом году на выборах президента Российской Федерации поставила своих 2200 наблюдателей по республике. Ну и порядка 450 человек было только в городе Чебоксара. Достаточно масштабный, наверное, вообще в истории нашей палаты, да, республиканский проект, именно в плане того, чтобы посмотреть, насколько выборы были честными, легитимными, прозрачными. И не зря в целом говорят, что эти выборы действительно стали самыми честными и прозрачными. И мы в первую очередь связываем с тем, что было много наблюдателей именно от общественников. Постоянно же есть наблюдатели от различных политических партий. Действительно, общественная организация очень много своих наблюдателей поставили, в том числе, как вот, ну, от палаты Чувашской республики. Говоря в целом, да, выборов, ну, в частности, я могу говорить за участок, где я был сам непосредственно наблюдателем, и плюс еще порядка 20 участков, которые я объехал по городу Чебоксара, то, в принципе, нарушений не было замечено, ну, каких-то нарушений, которые бы могли тем или иным образом повлиять на результаты выборов. Ну, или, не дай бог, поставить вообще, в принципе, под вопрос, да, как бы, в том, что признают, не признают голосование. Не было серьезных нарушений, именно нами замечено. Поэтому, достаточно честные, действительно, самые, наверное, честные в истории выборов, которые прошли. Те, даже, кто пошли в общественные наблюдатели, но были настроены, ну, скажем так, с подозрением относились к чистоте выборов, были крайне удивлены, и мы друг с другом обменивались, насколько чисто прошли выборы. Мы, поскольку сегодня 21 век, у нас у всех есть ватсапы, да, вейберы, мы пересылали друг другу информацию и делились о том, что действительно Владимир Владимирович Путин победил чисто в этих выборах, и мы общались с международными наблюдателями, например, на моем участке 1802, где я была наблюдателем, аккредитованным от Общественной палаты Российской Федерации, было два международных наблюдателя, и они также подтвердили, что приходят семьи, с детьми, радостные, что это праздник. Их это, честно говоря, удивляло. И действительно, когда шел подсчет голосов, самая большая пачка голосовательных листов была отдана за Путина. И никаких вбросов, никаких нарушений закона или нарушений избирательных прав не наблюдалось. В целом, по республике тоже такую оценку дает ЦИК. На этой неделе я была в Общественной палате Российской Федерации. Все отмечают, действительно, выборы прозрачные, выборы честные.